Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 сентября. Память блаженного Никиты, тайного угодника Божия, которого видел диакон Сазонт. Тайный угодник Божий Блаженный Никита, называемый Хартуларич, так назывались в греческой церкви, письма водителей при должностных лицах церкви, был рожден и воспитан благородными родителями в Царьграде, живя в мире и тайно служа Богу. Он настолько угодил ему, что и церковные двери сами отверзались, когда он в полночь приходил на молитву, и светильник, зажженный нечеловеческими руками, освящал его, и был он в состоянии показать диакону Сазонту, умершего священника, как живого. О чем существует такое сказание? Один благочестивый священник и благоговейный диакон возымел в Боге, возымели любовь друг к другу. Но спустя некоторое время оба под влиянием бесовского навета изменили любовь на вражду. Имя диакону было Сазонт, а имя священника осталось неизвестно. Много времени находились они во вражде, и в этих чувствах священнику пришлось умереть. Тогда диакон начал смущаться мыслью и терзаться совестью, что он не прекратил вражды со священником и не уничтожил гневливости прощением. Посему он отправился искать мудрого духовного отца, которому можно было бы открыть свою совесть. И ходил он по пустынным местам, отыскивая врача для болезни своего сердца. Наконец, найдя одного великого в добродетелях святого старца, признался ему в своем грехе гнева и вражды, какую имел со священником, и просил прощения. Старец сказал ему, всякий, просящий с верой, получит и к случаящему откроется. Хорошо делаешь, брат, заботясь о скором разрешении этого великого греха. Да поможет тебе Господь, так как не мое это дело помирить тебя, чадо, с умершим. Однако возвращайся в Старьград, откуда и пришел. Перейдя ночью к великой церкви святой Софии, встань у великих прекрасных дверей, и кого ты прежде увидишь подходящим к дверям, тому поклонись, сообщи о нас, и дай это запечатанное письмо. От него и будет тебе исправление в твоем грехе. Дьякон, исполняя повеление своего духовного отца, пошел в город, достиг ночи церковных дверей святой Софии, и встал в ожидании прихода неизвестного лица. И вот увидел он некоего, приближающегося к дверям мужа, то и был блаженный Никита, о котором идет повествование. Дьякон поклонился ему, поцеловал его, подал письмо старца и высказал ему свою печаль. Муж тот, слушая признание дьякона, обсудив и прочитав полученное письмо старца, облился слезами и сказал, «Как я могу решить это на дело, превышающее мои силы? Однако, надеясь на молитвы пославшего тебя, и насколько поможет Бог мне, приступлю к тому, что мне повелено». Сказав это, он встал перед дверями и, подняв руки к небу, начал шепотом молитвия. Потом, преклонив колено и приложив голову к земле, стал тихо творить молитву. И по прошествии некоего времени вставший сказал, «Господи, отверзи нам врата Твоей милости». Тот час преддверие храма само собой открылось, и блаженный Никита, взявший дьякона, вошел на паперть. И, подошедший к самым церковным дверям, сказал ему, «Стоя здесь неподвижно». Сам же, сделав поклон на пороге церкви, двери открылись, и он вошел внутрь. Когда, молясь, встал он посреди церкви, зажженный светильник с потолка церкви спустился над головой того мужа и осветил всю церковь. Потом он пошел к жертвеннику, и там двери сами открылись. Преклонив голову и молча помолившись, он вышел к дьякону, и снова все двери сами собой закрылись. Видя сие, дьякон ужаснулся и не смел приблизиться к тому мужу, ибо великий страх объял его. Кроме того, и лицо его казалось дьякону, как бы лицом ангела, прославленным молитвой. И подумалось дьякону, не ангел ли это? Но не скрылось это от мужа того, и он сказал дьякону, «Зачем ты смущаешься мыслями о мне? Веруй, что и я человек из крови и плоти, родившийся в честном доме и воспитанный в этом городе. Благодать Божия, если вас хочет, действенной и внемочных. Пойдем же в путь нам предстоящий». После сего он направился к торговому месту, а дьякон последовал за ним. Когда они достигли здесь, в церкви, при святой Богородице, двери церковной по молитве опять открылись. Пробывши в церкви и помолившись, угодник Божий вышел, и двери сами затворились. Дьякон, смотря на это, только с ужасом говорил про себя, «Господи, помилуй!» Так пошли они ко Влахернской церкви. Впоследствии уже дьякон сообразил, что замеченное им шествие по церквам совершалось столь быстро, как будто бы было подобно летанию птиц. Когда они подошли к дверям Влахернской церкви, и муж тот со слезами совершил молитву, тотчас, как и в других церквах, двери сами открылись. Поставив дьякона в дверях и приказав внимательно смотреть внутрь, сам он вошел в церковь, преклонив колено и начал усердно молиться. Дьякон же, стоя в дверях, увидел внутри церкви свет, освещающий все вокруг, и некоего световидного дьякона, вышедшего из алтаря и кодящего по всей церкви. Спустя немного времени он увидел лик священников, одетых в белые одежды и вышедших из алтаря на середину церкви. Он увидел и другой лик священников, одетых в красную ризу. Все они собрались посередине церкви и пели прекрасные какие-то особенные церковные песни, из коих дьякон не мог запомнить ни одной, кроме Аллилуйя. Муж же тот, став после своей молитвы, сказал дьякону, брат, войди внутрь церкви без страха и посмотри на левый лик стоящих священников. Не узнаешь ли ты того священника, с которым имел вражду? Дьякон, с трепетом вошедший и приблизившись к Божьему человеку, посмотрел на левый лик и не нашел искомого священника. Ангеловидный муж повелел дьякону рассмотреть также и правый лик священников. Дьякон, посмотрев, увидел того священника, с которым имел вражду, и указал на него Божьему человеку. Он же сказал дьякону, иди, скажи священнику, которого узнал, Никита Хартулари стоит снаружи храма и зовет тебя, чтобы ты пришел к нему. Дьякон пошел по приказанию, взял священника за правую руку и привел к Божьему человеку, который в то время уже вышел из церкви. Кротко он посмотрел на священника и тихим голосом сказал, Отче Пресвитер, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, какую имеете между собою. Тотчас священник и дьякон стали друг против друга на колени и после продолжительных приветствий прекратили вражду. Священник после прощения вошел в церковь и встал на свое место, а Никита, человек Божий, на пороге церковном сделал поклон и тотчас двери церковные затворились. Затем вместе с дьяконом пошел он в обратный путь. Прошедший некоторую часть пути, блаженный Никита сказал дьякону, Брат Сазонт, спаси душу свою для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть. Сказав сие, блаженный исчез из глаз дьякона. Сей же, поклонившись на том месте, где стояли ноги сего дивного мужа, пошел к старцу, духовному отцу своему, со страхом и радостью, славе и благодаря Бога за то, что он сподобил его дивным и чудесным образом, примирися с умершим священником по молитвам тайного раба Божия Никиты Хартулария, столь угодившего Богу среди народа и мирских смятений. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.